это проблема основного стрима не наша проблема не скоро вернулся и 9 3 5 и звук нет это мероприятие проходит минесоте в америке в этом году и обычно проходит в разных отелях на территории америки ведущий должен объяснить что происходит вот читаете или объяснять плюс нас под видео все написано это благотворитель марафон если что где люди проходят игры на скорость а еще я напоминаю свой twitter где вы можете распространить скажем так наш тег хэштэг 2015 ру и посмотреть что из этого выйдет О, мы начали Итак, с 3 возвращается Так, пока не сложилась музыка, я выключу микрофон Пошло нафигу И потом вернусь, когда начнется Super Mario Bros. 3 Субтитры сделал DimaTorzok Пошло нафигу Субтитры сделал DimaTorzok 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 нет вот это не сокращение значит он просто будет это два слова ворп и лес портал и без ворп и лес портал и без так вот и они будут проходить без порталов а пока пока я ищу а ну принять название я не подготавливаться потому что их там столько правдов не столько техники если вы попробовали в твиттере бить rgdq 2015 так вы увидели и количество такое количество фотографий с места там типа больших кранов куча проводов там сотни приставок и так далее спуке форме самый большой конечно да она по-моему была ночь или от ети я не помню от 0 ночь по-моему за в общей сложности задача 4000 чем-то или 5000 чем-то долларов а нет дети задонатил 10 тысяч долларов это компания партнер которая производит футболки с оригинальными дизайнами для гиков можем будет качать что чуть не расплакался сами я чуть не икнул как бы это странно не звучало что самое интересное четыре пять мочем что же это такое 45 утра чего я упуская 834 утра будет супер мария саншин кстати финал будет в 11 часов вечера они в 10 у нас задержка 30 секунд вы можете посмотреть на сайте самое большое количество донатов пожалуйста сейчас покажу сейчас покажу смотреть смотрите там почти донат был 21 тысячи через 98 долларов задержка 30 секунд что назовешь я могу теперь запустить стрим давайте причем меня вы все должно нормально сравни с оригинальным стримом твич чур по амперсин броук сломалась я не хотел это делать все хренов сломался извиняюсь я не хотел ругаться но все сломалось чуть-чуть скучно сделать все возвращаем стрим все сама надо 7 секунд потому что не смотрю я прочитал долго-долго потом ответить смотрите давайте проверим когда что придет сейчас я напишу фразу и я скажу да я отправлю в чат да чтобы знать или время я прочитывать время и скажу время время вис посчитайте у нас будет хороший сайт по спидрана не волнуйтесь мы работали над дизайном у нас будет хороший дизайн как у нас нового хорошего портала не очень вычурно но таким интересным доме стичный дизайном я не знаю что я не знаю что это и я очень рада что я могу contribute something thanks my friend Steve for letting me know about this cheers from Brazil 30 dollars from Zekion 1st time donating after watching all week at work keep it up and let's go for that кроно trigger 100% 50 dollars from anonymous absolutely love gdqс so excited to see task bot play ikaruga love all the runs so far you guys are so awesome for doing this half to 100% кроно trigger one of my favorite games ever and half to save the frames and kill the animals и до кипção а м ну а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не уснул Субтитры сделал DimaTorzok 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 в фонду, а он распределит так, как надо, так давайте не будем в любом случае, скажем так, переходим на такие темы, я в принципе объяснил, что нужно было и все, если вы хотите пожертвовать деньги, вы можете это сделать, нажав на ссылку в рубине SanFrontiers, в описании внизу, это логотип этих врачей, вот, и просто нажимаете, у вас переносит на сайт доната, как только вы там это сделаете, вы сможете к тому же выиграть множество разных призовов, что-то вроде PlayStation 4 и так далее, знаете, если этого повезет вам или нет, а если вы еще приложите письмо, то его еще зачитают в прямом эфире, скорее всего. Да, обычно 5 баксов донатят, вы можете донатить сколько угодно, приложить любое сообщение, если оно будет позитивным, они в принципе добавляют, то они зачитывают в прямом эфире ваше сообщение, если вы напишите, что FromRussianRestream, это будет очень мило, потому что было бы круто. Есть ли у меня канал на ютубе? Ну, вы можете меня вообще найти в интернете, по-моему, нику SirAlligator, я один единственный с такими никами, как-то странно, есть в гугле, вы будете находить только мои странички. Сай Alligator, и на ютубе в том числе. И так же, вот так же называется мой твич-канал. Итак, давайте все-таки вернемся к спидрану, в данном моменте как раз обсуждая пожертвования. То, что 10 долларов поступило пожертвования от иностранца. Ах, по поводу убить животных. Это интересный момент, то, что когда вы жертвуете деньги, вы можете использовать свои деньги как ставку на какие-нибудь интересные, скажем так, челленджи. И эти челленджи заключаются в том, что вы, скажем так, говорите спидранеру, проходить игру на сложном уровне. Ну, там, в общем, есть список, вы выбираете на что. Допустим, пройти эту игру на сложном уровне сложности потом, или пройти эту игру закрытыми глазами и так далее, и так далее. Или пройти эту игру на 100%, например, занадить достаточно денег, чтобы Super Mario Bros. 3 проходили на 100%. Вот, и убить животных или спасти животных, это самый большой спор на протяжении всего марафона, наверное, когда будет играть в игру Super Metroid. Там есть момент в конце игры, где надо спасти животных, которые, в принципе, никакой способной грузки не летят, не лисут. То есть спидранеры их не спасают, потом просто причишут набор пикселей, и они на них убегают, чтобы сохранить время. И многие говорят, это же все-таки животные, спасите их. И кто-то начал вкладывать деньги, говорить, спасите животных. Он стал жертвовать деньги и использовать их как ставку, чтобы, наоборот, убить животных, чтобы спасти кадры и пройти игру быстрее. Это вечный спор, что нужно, спасти животных или пройти игру быстрее. Все-таки это же спидран. Может быть, не для спидран, но для спидран, это очень интересный мир, но для спидран, у нас есть много трудовых. В этом шуме есть. Эластик Мана 0.8.1.2. Берем играют спид.Мария, потому что это guitarra, который создает свой первый год. Можно выбрать весь этот ману. Я думаю, что вы можете посмотреть на английский стрим, на twitch.tv. slash games done quick and then you know all the information да к сожалению вы можете пожертвовать только через paypal или карточка так что заранее предупреждаю сказали что со следующего года будем использовать какие-нибудь другие способы нам не смогли настроить специальный скажем так канал по которому можно было отправлять деньги мы могли бы читать пожертвования итак уровень 3-4 как нам говорят один из комментатор что это один из самых интересных уровней потому что как видите весь уровень двигается вверх вниз и из воды и воду через steam нельзя пожертвовать нету спидран но есть спидран доты на официальном сайте это только единственный спидран существует рошан убитый до 32 секунды на первом уровне и steam не кошелек да я говорю по-английски как его самолете весело пожертвуйте мне кушать хочу и так возвращаемся к знак атака к чак атак то чтобы очень интересно если мы попустили который требует идеальной экзекуции при прохождении уровня и к сожалению пусть не родить что вы смотрим incredible что это incredible может выявить я просто как бы мой таз постанов стремлю только на английском точнее стримил на английском время отвечая поэтому но на youtube у меня были русские видео которые не очень гордуюсь тем не менее ну и я на самом деле я робо аллигатор который работает на чай у меня внутри заварен целый чай никуда я закидываю иногда чайные листы и кипяточка и живу на этом что нет и не сплю да и на самом деле я сплю вот сегодня у меня вышел такой день что я перехватывал полчаса 40 минут полчаса и так далее да там было пару летсплеев они ужасные не ищите их пожалуйста то это смерть да и только на самом деле я сам начали просто рисовал карты для майнкрафта очень давно сколько мне лет мне 22 года я уже много раз говорил можете знать на стрим сколько мне лет и и давайте обратим внимание куджи который просто пролетел весь уровень невероятной скорости расскажу один интересный момент по поводу интересным сколько раз я использовал слово интересно 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 договориться и без него интересно 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 и так куджи пролетел весь уровень то что используя огненный цветок и если у марио есть огненный цветок у У него есть возможность побежать через Уни ни разу не остановившись, потому что цветок убивает ровно в тот фрейм, и враг считает ровно в тот фрейм, когда Мария приземляется на этого врага. Как я отношусь к доте? Как я отношусь к доте? Играл когда-то. Первую доту. Играл в оригинальной доте, которая появилась еще в Warcraft 3. И даже тачемот как к StarCraft. И... Потом, когда я ее делал Гинса, я играл. Потом, когда я делал второй человек, когда был кто. И потом, когда я еще делал Ice Rock. Потом немножко играл вторую доту, потом что-то забросил, играл в League of Legends. Да я много что играл, я не перезято, потому что я поиграю в каждую игру, если она мне интересна. А потом... Переключаясь в кругу, если... Ну если она мне нравится, продолжая играть, если нет, я просто говорю, ну окей. Мне нравится, играем. И все. То есть... И все. И все. Все, что надо знать, я сказал. Все-таки надо... Покомментировать спидран, а то это неправильно получается как-то официальный рест-стрим. Это один из самых длинных уровней в игре, который проходит Куджо. И... Из-за того, как медленно двигать себя от аскролля, он занимается вот две с чем-то минуты. Две с половиной минуты. Я играл в CSGO. Нет, я не знаком с ассрогом. Я знаком с другими людьми. Если вы говорите про разработчиков каких-либо игр. Ем я очень много. Я очень худой, и у меня быстрые обмены сейчас. Как, очень худой. Не настолько худой, но худой в принципе. И особенно, когда я очень много перевожу, использую синхронный перевод, сил уходит в невероятное количество. И я прощаюсь, что-то подобие черной дыры, когда в меня влетает вся возможная еда, которая есть в доме. И исчезает из пустоты где-то там. Я даже не знаю, что с ней происходит. Вот так на неделю была еда. Нет, листов у меня нет. Спасибо, Дмитрий, за предложение. Такого нет. Просто вот так вот у меня обмен веществ. Это та же, как мне почему алкоголь не берет. Я учился на переводчика раньше, потом забросил дело, потому что уже работал переводчиком, потому что мне это не надо. И работаю во многих разных местах. В принципе, вся информация написана была ВКонтакте, я это не скрываю. Но мне лень говорить об этом на стрим, потому что получается какая-то реклама. Но это вернемся к спидрану. Кстати, я хочу напомнить, что у нас были небольшие спонсоры, партнеры информационные, которые о нас рассказывали. Это Geeks Empire, это Denny Forever, сообщество ВКонтакте, 4Games, и QCyber, который делает аппаратурой и гарнитуру для компьютеров. Я уже много раз рассказал, как я выучил английский. Там руль, а там нет. Понимаете, мои обычные твич-забеги, когда я стримил, занимали по 8 часов. И... За эти 8 часов я пытался проходить половину РПГ, какой-нибудь новый, который я находил. И вот, средний период проходил. Если не проходил, это РПГ за один присес. Да, я не спорю. Но с вами я ем мясо, которое я приготовлю сам. И... Всякие другие блюда. Я люблю готовить, в принципе, некоторые вещи. Когда я их выиграть, неизвестно. Потому что они пошли по абсолютно разным путям. В принципе, Куджи был впереди, и его экзекьюция намного интереснее и намного точнее, чем у Ван Чак Атакс. Ну, если не понять, извиняйте, у Куджи как раз принадлежит сейчас рекорд по Super Mario Bros. 3. Ну, я же выключаю микрофон иногда, да. И в этот момент я ем. Не раз спалился, правда, мне пожелали приятного аппетита. У меня есть заранее заготовленная еда, и какие-то вещи я готовлю очень быстро после игры. Ставлю на пароварку или что-нибудь в этом роде, и отхожу. Потом это все готово... Как приготовиться, я в перерыв забираю. Слишком длинное сообщение. Hell Yeah Play. Давайте не будем обсуждать какие-то политические вещи. Я очень не люблю обсуждать политику, особенно чата, которые к этому не имеют никакого отношения. Давайте все-таки поговорим об игре с педранок и о том, как помочь людям во всем мире. Йей-ей. 670 тысяч долларов, кстати, уже почти собрали. Заметьте. А вы говорили, Мирилл не собирает. Он на такое... Картак так быстро двигается. Суперкруто. Чак Атакс тоже прошел отлично первую комнату. Очень негативный человек, папик АТВ. А я позитивный. Так вот. Я думаю, чат за меня ответит. Да, я был на Играмире в 2014 году. Чтобы познакомиться с разработчиками игр и найти важные контакты. Да, Боша очень много денег принес. И они будут принимать вторую часть мапы. Это небо. Найс 5-3. Где принял к торговому время прохождения облы? Это Тезура. Его нет. Отошел. Реалисты живут нынешним днем. Они, в принципе, ни на кого не обижаются. Реалисты, на самом деле, даже больше позитивные люди, чем я, например, или другие люди, которые ведутся временно опозитивные люди. Реалисты пытаются что-то изменить. Реалисты пытаются жить во благо не только себя, но и другие. И, ну, в принципе, зря вы так говорите, что вы реалисты. Наверное, вы... Я за освоение космоса. Если мы думали об этом, было бы хорошо. Как я устроился на переводчика, просто я очень часто общался с иностранцами. И меня часто приглашали в собеседование, хотя у меня было дурацкая зимой. Меня все проудивляет. Меня звали. Просто у меня везде написано свободное знание английского языка, что это правда. И опыт работы с немцами, работы с канадцами, с Америкой. Да, я очень много с чем работал. Вот. И меня много звали, куда переводить. Вот эту вещь я смотрю с 2010 года, с 2011 года. Угу, не с 2010. И когда еще не начинали с маленького подвальчика в 10 человек. И тебе, посмотрите, откуда они разрослись. Я стремлю ответы на вопрос, дам. Вон, на фоне, как фигнин. Нет, мне много зимует, или этот мир. Какой фигнин. Так, ладно, все, хватит. Я перестаю отвечать на вопросы. И попробую вернуться к Марио. Эй, пожар за 10, а, так круто. Итак, вы заметили, что Куджо использовал немножко отложенный вход в трубу. Потому что, если вы дадите слишком быстро в трубу, то вы можете перебежать целый экран, упасть с облака и в итоге умереть. Поэтому Куджо сделает так, чтобы он не умер. Такие моменты. Если вы в игре будете играть слишком быстро и вы умрете, запомните это. Мы так трогаемся в середину Марио с объяснениями. 100% категория, очень интересная, если только не помню, ты сам играешь, а прохрусил Марио. У Ванчака так, что был очень скучный уровень автоскроллером. И он просто занимался прыгой по платформе как ненормальный. Куджо двигается в Skyford. Один из самых брутальных уровней, которые есть в Марио. А в данный момент, как вы видите, на экране просто творится кластер-фак вещей. И он пытается от них всех прорвутся, при этом сохраняя максимальную скорость. Ну так, в принципе, Куджо, по-моему, играл в эту игру более тысячи раз. Он знает более, где находится абсолютно все вещи. Ну, это уже что-то вроде мышечной памяти, когда они нажимают кнопки. В принципе, и так и спидранится. Мышечная память появляется, и вы начинаете очень легко спидранить. То же самое, как если говорить постоянно английский, появляется в такой момент автоматизма. Когда ты слышишь английский, и начинаешь с ним говорить резко. Change to English and keep talking like that. Мы видим, как Куджо продолжает набирать ванапы и так далее. И я вам напомню, что они не хотят ни в коем случае собрать три одинаковые картинки в протяжении всей игры. Потому что в Super Mario Bros. будет использоваться очень интересный крюк, когда они смогут спрятать облако, которое дается с помощью Куджо. Я уже забыл, как называется этот монстр, который летает на облаке Марио. Вы сможете, в общем, засунуть это облако, на которое летает монстр, к тебе в инвентаре. Потом используете на Баузере. Вот, вот это облако, которое там вверху летит. Сейчас у Гончака Такс. Используя это облако, вы сможете очень быстро победить Баузера. На самом деле, трюк не так уж, не такой уж давнейший. Клобно, он только полтора года назад. Или чуть больше. И начали использовать по Громарио. Учится, сколько лет игре, чтобы продолжать находить трюки у нее. Я говорю, это невероятно. Как и на других игр, которые продолжают находить трюки. Так, я выучил английский в последний раз сказать. Я выучил английский с детства, когда еще был в детском саду. Повезло, что был учитель английского. Потом он увлек. Я начал учить его сам. Потом появился игре и так далее, и так далее. И потом просто появился волшебный интернет, и меня интересовало английский все больше и больше. И, скажем так, я познавал западную сферу интернета, пока у нас его не было. На очень трещащем модеме. И начал общаться с иностранцами. Куфтик Данамион. Это идеоблаготворительный марафон, где 670 тысяч долларов пожертвовали на благотворительность. Компанию Блокерейфон Медицин Сан Фронтиерс, или врачи без границ, как он называется у нас. Это не государство, но организация, которая помогает людям по всему миру после бедствий, катастроф, эпидемии и так далее. Небольшой пример, например, когда была проблема с Фукусимом в Японии, в первую очередь приехал местный Сан Фронтиерс, которая помогала всем, кто был зомби, помогали защищать радиоактивные завалы и так далее, и так далее. И это будет продолжаться до вечера воскресенья. И почему, допустим, вот вы думаете, я не слышал об этой компании, потому что они не государственные. К сожалению, государство не очень любит не государственные компании, и смысла им освещать их нет. Но вы можете зайти на их сайт и посмотреть их траты, они абсолютно прозрачные. То, где они находятся, в какой миссии данный момент, все их телефоны и так далее. И да, я напоминаю, что это рестрим на русском языке. Основной стрим сейчас проходит в Америке, есть также французский рестрим, есть немецкий, испанский и так далее. Я думаю, на самом деле, тут было больше комментариев и смысла от человека, который бы знал Марио лучше, чем я. Я могу лишь сказать общие моменты и продолжать говорить на тему перевода. То есть я могу переводить человеку, который рассказывает. Ну, в принципе, они сравнивают версии прохождения, это 100% и Any%, чем отличается категория. И возможно, когда у нас будет AGDQ, да невозможно, 100%, у нас будет намного лучше подготовка, будет больше комментаторов, я не буду помирать на протяжении целой недели. Игру примерно пройдут через еще минут 15-20. Дальше буду собирать Марио Шаш, который я буду активно комментировать. Потому что, как видите, есть имейт, это примерно время прохождения, час 20. Я стремлю японские игры в основном. Не знаю, если государь будет. Да, я хотел поехать в Японию, потому что, ну, не только японцы, я хочу поехать вообще по миру, по разным странам. Потому что хочу в Японию, в Норвегию, в Ирландию. Ну, у меня везде там есть друзья, в принципе. Хочу поездить по путешествиям, возможно, когда-нибудь я это сделаю. Я уже задумал ехать в Америку в Сочин году, если все будет хорошо. На HDQ 2016, либо HDQ 2016, хоть меня звал PJ, я сказал, что я, наверное, не попаду, потому что мы будем заняты подготовкой. Я стремление на этом канале, на канале 1000.TV, социально, или геттер. На этом канале мы будем встречать все с Пидраном. Следующая игра Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine это 3D игра на GameCube по Марио. Менее популярная из всех серий, но они очень интересные. Сейчас я отчитываю пожертвования. Отметь, скажем так, разница между Any Percent и 100%. Потому что на Any Percent надо просто пройти игру. В зависимости от того, что у нас делать в игре. Если дойти до самого конца и убить босса, значит, вы добираете него всеми возможными способами. Даже если вы можете пролетать через текстуры и так далее. 100% это обычно, когда вам надо собрать все предметы, все коллекционные предметы внутри игры. Или набрать, грубо говоря, счетчик 100%, если он такой есть в игре. Даже есть, на самом деле, очень много разных категорий, все зависит от игры. Есть глич, где не используют гличи вообще, а только используют свои... Ну, правда, гличи это тоже навыки, но многие считают, что это не так. Как я так и сказал. Потом есть всякие варплис, например, как у Марио. То есть не используют телепорты. Потому что в Any Percent их используют, иногда есть Any Percent без телепортов. И многие другие категории. Так, Чак пропустил только что листок, чтобы превратиться в Тануки местное, японского енота. И использует способности его для полета и многих других вещей. Сейчас он подбирает звезду. Использует, чтобы пробежать по Ашпам. Да, я что-то слышал о Сергеях Уайвере, кстати, дает дело. Итак, Куджо очень удачно проскочил, потому что почти весь уровень. Так, Куджо использовал тоже музыкальный блок. Он не хочет драться с Купой Бразерс. Это дети Купы Баузера, то есть, пока у него не будет листка. Поэтому он их высопил, чтобы доделать вот эти уровни. И потом вернуться к ним. Физика Ладо в этой игре немножко странная, как говорит. Это очень страшный уровень. Он длинный и очень много препятствий на вашем пустье. И каждый Куджо очень неудачно прошел по этому уровню. Куджо заходит в очень важный уровень. Он выйдет с помощью секретного выхода из этого уровня. И пройдет этот уровень. То есть, Куджо тоже срезал больше половиной уровня, потому что он заранее сохранил листок. Ну, это очень хороший уровень. Очень хорошая работа с двумя. Хорошо. Хорошо, теперь они чистят последние два Хаммерброда в игре. Поэтому в данный момент они не будут беспокоиться слишком много о своих коинах и их аккаунтах. Они не будут беспокоиться, чтобы получить коинки в игре. Нет, это тоже Хаммерброда. Я больше расскажу. Все, у вас есть просто учебник, можно выучить что-то хуйный язык, в принципе. Внезапный вопрос. Я называю себя только Сиро Легиатор. Можете посмотреть его имя ВКонтакте, но я не буду называть его на стриме. Я уже несколько раз нажала. Называли по имени и писали. Даже хэштег они. Думали, что я помираю и хочу дико спать. Увидите. В этом архаме я знаю, намного больше скипов, чем вы думаете. Кучо пытается сделать еще один глич, который не успешен. Уже попробовал еще один глич с жизнью. Но, к сожалению, не получилось. Кстати, я напоминаю, что мы разыгрываем Розовый Ёж. И мы разыграем его под конец блока Марио, когда мы дойдем до Луиджи. Меншин. Это после Супер Марио Саншин будет. Я запишу победителя в группе и все. Я не пью кофе. Я вообще не пью кофе. Я не люблю кофе. Я не пью энергетики, не пью кофе. Я не люблю эти вещи. Я пью только чай. Мне нравится чай. Я поэтому, наверное, живу на нем, в принципе. В смысле, что я могу любой абсолютно... В любое время дня выпить чай, и мне будет хорошо. Очень хороший скип был того, что у Куджи. Если вы продолжаете следить за гонкой в Супер Марио Бразерс 3. Чайные блюда, да. Чак, к сожалению, потерял его. Это реально идея без остановки всю неделю? Если вы не верите, посмотрите паспорт касты. Да. Что же это за кем? Что же это за кем? Не плохо. я знаю лично эту варку я знаю очень много косплеи сейчас мы не особо общаемся времени нет вообще не было и я люблю самый обычный черный чай с бергамотом и все мы самые любимые чая поеду я люблю всякие другие там типа сайт а сам ли сам фруктовые всякие сушеные и так далее так далее на какой канал вот такая я не я первый раз слышу этот рейд дошло пара что а нет они пара тысяч человек тоже к нам прилетел по-моему человек 100 один низкий был если вы думаете я вру вы можете посмотреть видео на котором мы снимались из косплеи можете посмотреть который у нас есть принципе не а страница вконтакте можете посмотреть фотографии и так далее и меня общалась как я знаю да именно так я но я не знаю всю игру хотя к такси куджу на самом деле очень близкий друг другу у человека так сейчас засране зачак атакс напугалась я только что было просто всех и запрыгнул обратно я знаю девчон которые цири и парни которые видимо как а сплэй на игромире но опять же с ними не очень долго общался только на игромире в основном итак у нас пожарили 100 долларов во второй попытке только что куджа сделал клич где он смог протиснуться сквозь текстурку и со второй попытки чак атак тоже сделал как не игромир 3 из 10 как мероприятия если из 10 как новые знакомства с разработчиками игромани и так далее так далее я смотрел эти я такой человек который в принципе особо не волнуется чем заниматься то есть мне что-то нравится как бы я это делаю я не могу назвать себя в принципе игроманом хотя нет могу потому что я хотел связать свою жизнь с играми всю свою жизнь и аниме смотрел в принципе я отношусь очень спокойно к увлечению других людей и сами понятное дело логично никакое безумие ужасов в общем даже такие могу относиться нормально поэтому здесь происходит самый большой благотворительный марафон вода не за поя по себе я по себе сужу это у снял сейчас тебе просыпаться даже я уснул на полчаса я чуть не помер тут наверно и меня проснулся еду лицо рассечется по клаватуре сейчас я очень буду не знаю почему эти мнения может где-то открыл старую мотор у чайник чая внутри меня они очень близки и и то что скоро конец игры не могут сравняться они момент чак может догнать вся игра в супермария 3 я говорю стоит из маленьких тайм сейлов то есть они сохранят то тут а там по 0 3 секунды по 0 2 по 0 4 по 0 5 в итоге все набирается 1 2 3 4 и так далее 1 2 3 4 секунды и так далее и многие чьи другие и поэтому может ней трамонет может быть незаметно вы видите вы можете увидеть как на самом деле может чан медленно приближается уже ли куча отходит немножко назад тебе энергии держись конкретно сейчас все идет то же самое написали за фанат я спидранеров я люблю смотреть некоторые и я фанат не всех спидранеров но к сожалению в этом году мне приходится комментировать абсолютно все что есть на этом марафоне почти из-за ситуации с комментаторами я не могу предоставить дельные комментарии к некоторым играм очень непрофессионально с моей стороны и я люблю спорить спидранеров потому что у меня многие друзья спидранеры иностранцы это круто это те кто проходит игры быстро то же самое в данный момент кто играет в игру и проходят и с картами тренируют эти игры тысячи тысячи раз ну от сотни до тысячи раз допустим и показывают каждый раз когда люди приходят они видят меня выгода да нет не слышал я даже не оплате точно когда будут оплате пересылку подарка когда я буду ослать дэнди тем кто их выиграл вот во время блока нинтендо во время блока тетриса мы разы основной стрим разыгрывал два набора дэнди вот и потом выиграл это и но я зашим не оплатит именно пересылку этих вещей итак вы видели как уже перелетел с помощью облака через форт использовал пиви пиви это когда он в режиме он наполняет полностью полоску до буковки пи этой силы и летит я работаю у меня просто отпуск я хочу полностью связать свою жизнь и как-то с играми какой-нибудь может игровой сообществе что-нибудь в этом роде я работаю какими сценариями игры в среди компании в германии но не более так в принципе уже спидрама отходит к концу и гонка и скоро будет марио санши марио санши вы намного интереснее я буду на самом деле очень много комментировать потому что там очень специфическое прохождение его они скажут кем я работаю сами найдите многие работы на самом деле разные моменты я уже успею работать 6 или 7 разных работах учитывая мой возраст ну знаю свободно английский французский могу читать и переводить для себя понимать то есть суть могу испанский чуть-чуть читать не знаю его итальянский чуть-чуть знаю сам у нас не читается и японский изучал и пришлось бросить который я вернусь обязательно ну я работал по-первых сейчас я не работают мне немножко надоело переводить некоторые моменты из-за душевых только учительшинка все пусть все-падает ураган построить в мастер с вы да мне вы да чак накосячил к сожалению вы говорите не нагонит конечно а пирочка всегда актуальны как ни страны многие учатся тут что-то . это начало учиться в институте я помню что уже работал переводчиком уже глупо затея было к это же институт я убросил просто и пошел работать дальше перевозчику и не понравился институт вообще не нравится учебные станции какие-то странные то есть изучение в принципе не нравится мне нравилось а некоторые были очень квешеновую как говорится ванчак будет использовать огненное чак использовал красный сок для того чтобы продамж бустится через комнату пиксель бар это мой замороженный проект и я обязательно к нему вернуть когда-нибудь но не в этот момент когда такая ситуация в москве потому что у меня нет таких денег на открытие такую такую вещь в москве я больше расскажу я целый день тут сижу не отменили этот челлендж до сих пор есть его по-моему даже достигли так что мы увидим покемона вслепую мне очень интересны или покемоны 150 все 150 покемона за два часа каузы спаса вместе с мью для меня загадка вообще просто безумие потратил на покемонов в том детстве наверное недели я еле-еле их прошел при этом когда я дошел до последние в стадион и я там слился на этой элитной четверки и они читают еще больше пожертвования очень жалко что у нас нет своих пожертвований вот все сразу все почитал пожертвования наших ребят я закончу стримить воскресенье я уже говорил и в 11 часов 23 минут там я уже не помню как сместилось расписание в московском времени а ретро гейм гатли да я слышал об этом но я не участвовал ни разу в этом сожалению да данный момент super mario brothers и если вы не играли в эту игру вы не можете понять насколько сейчас круто то что происходит я наблюдаю с удовольствием и могу комментировать принципе ну опять же все трюки которые говорят они очень не все что говорят это вот это идеальный трюк и обсуждать что вот этот враг что некоторые враги двигаются быстрее в воде некоторые на земле и почему-то некоторые враги очень странно себя ведут зельды the wind waker будет только все предыдущие зельды уже были а дарк соус драчи не вы не видели спидрампа дарк соус походу грампа дарк соус это вещь учитывая что дарк соус тут будет проходить два человека с одним джойстиком по половинке на человека до шедов закладался с будет офигителем проходит стример который с нами связался и дал нам заметки и так я еще видел спидран для этом если вы мне не верите можете запустить любой паспорт каст и найти моменты где я не стримы я не стримил аромен я не стриму только на протяжении восьми часов на протяжении всего марафона конечно же у меня были остановки до что я не безумец я уже умер тут на третий день без начиная с галлюцинации не очень надеюсь просто что вот этот марафон поможет это русский заводчик подобрать вещь как спидран и заинтересоваться ими почек поискать по этой теме конечно же мы на протяжении всего года дай джики ой на протяжении полугода дай джики у нас знакомы с ними мы начали воскресенье в 7 часов стримите мы там начали стримить с камерой я с маркинки миша кельта с которой в итоге слился после же а первого стриме и ушел под личной причиной это пушим просто не понравилось но не понял идеи о том короток кто там еще нас очень у нас будет четверо комментаторов на самом начале и больше часть свалила потом у нас была замена резкая помнишь на никого оставлять на с маркин спасибо большое очень много проблем было на самом деле из-за отсутствия комментаторов итак это марио марио ворллс и как вы думаете сирен сколько же у меня будет тут рук руки вы как если вы играете в марио ворллл 3 вы будете находиться на последнем на последнем мире и когда они вас хватит они теряют ваше время это не что у вас есть mouvement ворллс и вы может быть еще раз может быть еще раз но куда-то ваше время ворлллс и вы можете выиграть и получил третью руку гужа очень была только хорошая удача и его схватил там третья рука это просто невероятная удача сегодня хотел ни одна рука у нас все подумал что он что-то не то он творил ушел не нужно когда спитка спирал остался садить всего чуть-чуть также бодрее сейчас начинает саншин будем активно комментировать пока у нас мы будем уже по игре больше не буду включать покажу в финале как я вылезу если бы все кто начинается начал смотреть знать и в принципе открыть все это ладно я нагуляю потому что эти удары по организм и так далее я хочу что все хорошо прошло я хочу чтобы людям было интересно я хочу чтобы народу нравилось город людей как говорится я потерплю недельку а потом отдохну с ним я же не сразу же идите проводить после этого там же я думаю на hdq это уже аукнется хорошо когда будет больше народу народ интересуется и партнеры ну правда тебе комментируй стрим финал завтра в один часов так сиди библость под марио и так закинуться куджа называет конечно же восхищение идти творится идеальные пути мне красная цветка вновь 11 утра я буду скорее всего постараюсь поспать на хрон на триггере хоть это мой любимый рпг но я не выдержу девушка который объявляет донаты ребята у них там тысячи человек и из них рабочих человек 150 почему это и при этом включая волонтеров у них там сменяется все постоянно тому же и день померите там все поставили все как надо то начале конечно же там был всего лишь 10 даже здесь человек это уже не не три как у нас нас кролика 4 в общем активных меня при самых тех комментаторов было 4 это я тезуру дмитрий ведьма и че-чувак и кодка присоединился на небольшой блок нам соединился кельтаса вначале и к нам присоединился с марки на блок как он же называется на блок краша а также у нас был были пара людей сейчас наш спидранер это бигмэн джипенко присоединился на сайлент-хилл он является держателем рекорды по сайлент-хилл 2 мирового это наш парень и также а к нам присоединился айрис варазан спидранер и человек который знает очень много вещей о в общем и он не помогал отметить и шейнул по числу я сплю о рейнстрим дескок даст на и самых крутых рпг когда-либо сделанской реникс турнира не будет по гайдну в этом году вообще нет ни джигайда в этом году что обидно станет ли я просто выпал на неделю я вообще не понимаю что происходит запретила мне некоторых вещей не это про путешествие во время хрона триггер про путешествие во время погуглите поверьте одна из самых крутых игр рпг который когда-либо видел у сквэр у них столько концовок столько персонажей боже игра до сих пор актуальна у нее не играли то это ему сразу искать не смотрите спидрана будет вообще не интерес нет с роботами до фронт-мишен а сквэр и не сдала я прям не непоколебивый бот и постоянно приходит и банит нажму год и все хорошо до 5 часов рпг обычно эта игра проходится что-то там за безумно кальку отличный клип от куджи только чтобы через текстуры и уже миллиард спрошу были так смотрят будет в эти вечера смотрите расписание занесите вкладку расписание и сверяйте с ним период хороша замок у куджа был идеальная битва с кукой просто просто идеальная битва с баузером точнее итак время куджа подходит конечно экс-кроникл что ли супер марио бро 3 и время куджа час 12 итак реактивируемся режим casual лебеда вырубается включается режим комментатор и не начать а супер марио саша где марио покажет просто чульца лождение сифонов отлично гонка была на самом деле будет ужасный год я болтаю на какую-то непонятную цель время итак это супер марио браза 3 было был долго это было круто но это было долго но я еле честно давайте уже пограем супер марио саша кстати я перепутал это не супер марио браз 3 они используют глищ с облаком вот такой вот косяк так сейчас у нас будет супер марио сашлайн 3d игра на геймпу выпущена нинтендер понятное дело 2 часа вы быстро там уже это будет гонка тоже стоп это все гонки что он весь блок марио до гонки почти а при этом и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...